Добрый день! Я приветствую всех на портале главной новости ульяновской мозаика.ру. Меня зовут Дмитрий Берг. В гостях у нас Виктор Михайлович Сидоренко, исполнительный директор Ульяновского территориального отраслевого союза работодателей транспортной альянс. Очень длинное название, но я справился. Всех приветствую, дорогие друзья. Сейчас мы будем с вами обсуждать проблемы и вопросы общественного транспорта. Я думаю, каждый или ездил, или будет ездить, или ездит до сих пор, пользуется общественным транспортом. Вопросов накопилось огромное количество, но сначала мы перейдем непосредственно к знакомству с Виктором Михайловичем. Вы исполнительный директор. Как давно? Будет уже третий год. А что не назначить никак на постоянного? Только исполнительный? Нет, нет, нет. Это по уставу, такая структура нашей организации. То есть это неупраздненная, это такая действительная должность? Высшим органом в каждой организации является собрание, президиум совета и исполнительный директор, это, так сказать, как вы, текущий руководитель. Понятно. А что такое ульянский территориальный, отраслевой и так далее, вот именно союз? Что это такое? Ну, есть законы некоммерческих организаций. Ну, без названия, чтобы не читать нам про закон. Ну, простыми словами. Ну, в названии этой организации мы вынуждены были все приписать. Хотя в СУИ для себя мы говорим транспортный альянс, и все к этому привыкли. Не поминайте транспортный альянс. Ну, что ж, давайте тогда, наверное, будем сейчас разбираться с вопросами. Самый первый, наверное, вопрос будет для вас, Виктор Михайлович. Вы сами-то на маршрутках ездите? Да. На каком маршруте? Я живу в железнодорожном районе 38-й, 94-й и же все остальные, которые ходят в центр. Вас бесплатно возят, честно? Нет, ни в коем случае. Это вредная практика, такого не должно быть. Да? В чем вредность? Да, очень просто. Ну, как, есть определенные роды правила, так сказать, езды в общественном транспорте. Заходи, плати и едь. И не надо делать никаких исключений ни для кого. А депутаты? Депутаты? Да что вы. Покажите мне такого депутата, который, извините, вообще ездит в общественном транспорте. Это сейчас был вопрос со звездочкой. Друзья, сейчас мы будем пытать Виктора Михайловича, потому что вопросы у нас каверзные, подготовленные для того, чтобы Виктора Михайловича поставить неудобное положение в своем вопросе. Виктор Михайлович, все, конечно же, недовольны. Вот. У меня свой вопрос тоже есть для вас, если вы позволите. Огромные деньги зарабатываете. Кого вы имеете в виду? Вообще, перевозчики. Переционально меняли перевозчики вообще? Нет, перевозчики, да. Перевозчики, которые занимаются маршрутами такси. Понятно. Очень упрощенное, вульгарное представление перевозчики. Такое есть. Я не профессионал. Богатый миллионер. Когда вы в маршрутное такси заходите, так сказать, масса недовольства, значит, водитель не такой, делает не то. И дорого запросил. Плохо воспитан, так сказать, у него, извините, плохо, так сказать, как называется... Маникюра нет. Плохо от него пахнет, маникюр, накрахмаленная рубашка и так далее. Извините, вот этот, так сказать, скрытый миллионер сидит за рулем. А потом след за ним, извините, бригадир скрытый, диспетчер скрытый, медик скрытый. А они такие же? Ну, я полагаю, а что же? Вы же так считаете. А дальше по цепочке не все богатые. Я выражу вам, наверное, стереотипную точку зрения, пусть она вам покажется стереотипной, да, вот, что если бы это было невыгодно, вы бы этим не занимались. Вот у меня такое мнение. А на это я могу еще другое сказать. Давайте. Значит, вот в начале 90-х годов, значит, в этот бизнес пришли кто? Пришел весь пригород, все механизаторы, все трактористы, все шофера, восьми автотранспортных предприятий, которые были закрыты и оказались безработными. Туда пришли люди, которые оказались без куска хлеба и без работы. Так вот, этот бизнес вобрал в себя все те категории людей, которые по кенту Мерчина вынуждены были искать себе доходы для содержания семьи, детей и всего остального. Еще раз говорю, туда пришли люди, которые просто работают, имеют устойчивый заработок, все, не более того. Больше ничего не придумывают. Виктор Михайлович, вот мне, если мне кажется, вы меня поправьте, вы действительно, как мне кажется, что вы настроены так отбиваться изначально. Ну, да, потому что в вопросах есть определенную роду агрессия, ирония и... Желание уязвить. Да, мне кажется так. А знаете почему? Почему? Вот мы до недавнего времени говорили, что... Вы к этому во всех лентах, во всех форумах, на всех встречах. Все плохое надо обязательно вот сказать в адрес общественного транспорта. Ну и вот, например, маршрутиков и перевозчиков. Угу. То есть этот... Вы уже три года находитесь в этом состоянии. 15. И не мало вам покажется? 15. Это часть из них вы три года исполнены директора, а до этого были... 15 лет я рядом с общественным транспортом. А вы сами были водителем? Ну, вообще, как у меня провал, вот уже 20-30. А профессиональный водитель никогда не был. Не водили, да? А как же вы тогда знаете проблемы чаяния? А вообще-то я из другой сферы. Я кандидат в наук, занимался микроэлектроникой, заместитель директора по науке в Центре микроэлектроники. И вообще моя жизнь была посвящена другому. Но на социализм всех вытолкнули куда-то. И вот меня вытолкнули в том числе и вот в эту сферу. Ну, видите, как получается. У нас те, кто из села, трактористы, да, как вы сказали, механизаторы, перешли на маршрутки. Вы из научной работы перешли в исполнительного директора. Куда двинемся мы? А мы двинемся на мозаика.ру, да, потому что самая главная новость. У меня, кстати, вот свежий номер. Друзья, читайте мозаику и будете в курсе всех новостей. Продолжим. Соответственно, вы знаете о том нелегком труде маршрутного водителя, да, водительного маршрутного такси. Только с его рассказов и рассказывает он на своем родном языке, как есть. Давайте вот тогда послушаем. Вот сейчас мы будем вопросы читать. Мы услышим чаяние наших обычных пассажиров. Давайте услышим, что говорят водители маршрутных такси о пассажирах. Давай, давай. Ну, мы хотели от вас услышать. Что говорит у нас водитель? Что он, как он, вот мы видим, да, допустим, вопрос поступает, отвечают, не нравится, значит, водитель, да, отвечает, типа, того пассажира, не нравится ходить и пешком, водители курят в салоне. А что водитель рассказывает о пассажирах, которые садятся в маршрутное такси? Да ничего, он делает свою работу. Молча? Молча, ежедневно. То есть все трактористы молчатые люди? Терпеливо. Не поверю. Да. Все равно срываются же, все равно. Да, конечно, не без исключения, они живые люди. Идеализировать-то не надо, извините, ни себя, ни среду, ни водителя. А бывает так, что высаживать были случаи? Однако, однако, еще раз могу, еще раз могу сказать, что вот в последние годы вот этот, так называемый, коридор общения и принятие решений водителей сужен до того, что он занимается только тем, что возит пассажиров, собирает деньги, ну и все, и, так сказать, соблюдает правила. И если есть какие-то исключения, подчеркиваю, это только исключения. И причем, если бы, например, вот эти вот, так сказать, с негодованием вот пассажиры имели бы возможность прочитать номер бригадира или там, как перевозчика, и позвонили бы ему и сказали, номер такой-то, водитель выглядит так-то, и в такое-то время произошло то-то и то-то, то я вас уверяю, это было предметом, так сказать, серьезного разбирательства и наказания водителя. Но лучше сказать вот так вот, все плохо. И дальше продолжаем говорить. Я все-таки вернусь к своему вопросу, который пока мы перепрыгнули. Были случаи, когда водители в своем негодовании, пусть молча, корректно навысаживали пассажиров? Да, говорят, высаживали, но, честно говоря, должно произойти нечто экстраординарное для того, чтобы кого-то вытолкнули. Ну, грубо, пьяный, может быть. Может, как-то... Пусть это будут пьяные, да, то есть пьяные, но имеет эксцентрично, но он просто небезопасен для пассажиров, которые в салоне сидят. В качестве безопасности для остальных пассажиров водитель может вытолкнуть. Конечно, без сомнений. Но вы не вытолкнуть, а грубо... Да, я беру свои слова назад. Не-не, только одно. Он может сказать, извините, я открываю дверь, выйдите из салона. Да, так, всегда легче говорить, когда у тебя 120 килограмм, и ты внушительного размера. Ну, в прошлом году я сам выводил одного человека таким же образом. Делал себя неадекватно. Это на каком маршруте? Ну, я ехал на 38 маршруте. Значит, ну, и какой-то пассажир начал учить водителя, как надо... Тут тормози, тут делай, туда не смотри, ты приостанови. А бывает так, что тянутся, порулить вот через это? Именно это он и делал. В конце концов, он сказал, что здесь ты должен остановить, и начал ему дергать за руль. Ну, все, мы вместе поняли, что дальше просто человек неадекватен. Мне показалось, что он, как говорится, под воздействием неких факторов. Скажите, что нужно? Денег... А, денег. Б, измененное сознание нашего общества. Чтобы транспорт общественный стал идеальным в вашем представлении, как человек, который этим занимается уже 15 лет. А что вы вообще имеете в виду, чтобы он идеален? Чтобы не было вот то, что мы читаем, то, что у нас... А я не очень верю тому, что здесь написано. Почему? Ну, потому что, еще раз говорю, что, ну, например, вот почему есть шторки, почему затемненные стекла, почему там еще что-то какое-то. У нас есть Государственная инспекция автодорожного движения. Она отвечает за безопасность дорожного транспорта. Мы периодически рейды видим на дорогах. Ежегодно. Это инспектора, это ГИБДД. Это инспектора ГИБДД. Они отвечают за безопасность дорожного движения, за соблюдение правил дорожного движения. Они же раз в году проводят технический осмотр. И вот здесь, например, вот некое анекдование. Почему вот этого нет? Ну, тогда здесь должен сидеть, извините, полковник или майор или капитан ГИБДД. И должен отвечать, что я должен отвечать за это и за это. Я это делаю недобросовестно или не всегда, или мне не хватает времени. Опять подчеркиваю. Здесь не виноват водитель. Или, например, на мосту у нас, на императорском мосту часто случаются пробки. Или, например, на улице Инзинской случаются пробки при выезде из-за Свияжья, например, на локомотивную. Простите, эх, эти перевозчики. Что они себе позволяют? Там же пробки, недолго стоят. Они иногда, извините, кого-то опережают. Простите, в чем перевозчики-то виноваты? Ну, в чем? Подрезают? Речь об этом? Ну, и не только об этом. Ну, нарушаются графики. Я стою на остановке, а его до сих пор нет. Опять подчеркиваю, есть некие, так сказать, объективные, градостроительные, там, инфраструктурные факторы, которые мешают работать в графике, так сказать, там, вовремя, ну и так далее. Значит, нам нужны более развернутые транспортные коммуникации. Ну, так я же про то и говорю. Когда мы говорим об идеальном транспорте, хорошо работающем транспорте, мы должны учитывать, извините, десятки, сотни разного рода факторов, обстоятельств, которые, извините, влияют на то, чтобы транспорт работал хорошо. Вот смотрите, здесь человек пишет, например, когда уберут эти катафалки и сделают нормальные автобусы. А может быть, автобусы нужны хорошие? Ну, вот слово «катафалки». Мы берем в кавычки «катафалки»? Ну, разумеется, конечно, конечно. А, все-таки некое иносказание. Я думаю, что да. Это моя версия, я не знаю, что это. Я понимаю, а почему столь грубо и обидно, так сказать, вот в адрес общественного транспорта? Ну, может быть, из-за шторок, вот как раз из-за черных? А они не должны быть, их просто не должно быть. Я еще раз говорю, инспекция в дорожном движении, ГИБДД, инспектора, во время техосмотра должны их убрать. Шторок никаких должно не быть. Но он снял, прошел, потом повесил. Неважно, ладно, Виктор Михайлович, переходим. Так они должны за этим следить. Транспорт должен быть другим. Мы должны избавиться от маршруток и перейти к каким-то цивилизованным автобусам. Это бы решило? Это как вопрос «это бы решило?» Очень простой, прямолинейный, не хочу вас обидеть, примитивный вопрос. Ну, меня уже давно не знаю, видишь, так что смело. Да, вопрос очень простой. Очень простой. Город Ульянск, как я понимаю, не новый, неожиданно, нечаянно, десятка лет назад построенный широкими проспектами, широкими улицами. Правда же? Ну, нет. С непересекающимися трамвайными путями. Нет, нет. Вроде нет. У нас вроде нет. Оказывается, город сложился в 18-19 веке, когда по нему ходили кареты, проливки, сань. Особенно в его, так называемые, центральной части города. Так вот, и в это самое время, последние 10 лет, на те же улицы суженные, вот створы улиц относительно маленьких, около 300 тысяч автомобилей вдруг нечаянно, значит, легли на эти же самые дороги. Так вот, по этим дорогам едет общественный транспорт, легковой транспорт, скорая помощь и так далее и тому подобное. У нас просто город такой, градостроительный. Он так сложился. Поэтому, когда мы говорим про большие автобусы, может быть, еще что-нибудь сказать? Что-нибудь, что-нибудь необычное? Ну, раньше же у нас ходили автобусы, Карлс, я помню свое детство. Как это было при социализме? Но дороги-то были такие же, по ширине еще и уже. Стоп, стоп, стоп. В каком мы обществе живем? Вот буквально за последние 25 лет нас в силу разного рода причин толкнули в общество потребления. В этом обществе потребления нам включили, извините, так называемую машинку легковую, которая стала предметом вожделенной мечты каждой семьи. А я знаю почему. Потому что люди не хотят, чтобы от соседа пахло алкоголем и там, может быть, от кого-то еще что-то. Сосед – это вы и я. Вы опять, мы живем-то в этом... Мы оказывается соседи на сходе. Нет, стоп, стоп, стоп. Социум. Я шучу, я пытаюсь немножко разрядить. Социум – это мы. И если сегодня в общественном транспорте едут ульяновцы, от которых пахнет, они плохо одеты, неплохо пострижены, то это все мы вместе взяты. Я на самом деле отдаю вам точку зрения некоторых людей, которых я спрашиваю, почему ты купил машину, чтобы не ездить машину. Дайте я доведу эту мысль до конца. Давайте. Кажется, мы с ней спрыгнули. Нет. Так вот. Общество потребителей было. По всем городам России вдруг нечаянно общество вожделенно кинулось в необходимость, так сказать, показаться успешным, богатым, значит, продвинутым. И уровень проникновения, это называется уровень проникновения, это количество автомобилей на тысячу населения, стало у нас колоссально большим. В результате относительно небогатое, не очень эффективное общество вдруг нечаянно почему-то решило, что обязательное количество автомобилей у нас должно быть не меньше, чем в Соединенных Штатах Америки и в Европе. И все эти автомобили вдруг нечаянно легли на те же самые дороги. Вопрос заключается в том, что у нас вожделенная мечта автомобиля превратилась, извините, в пробки на дорогах, переполненные дороги. И в центре у нас елочка, и по всем улицам стоят автомобили, автомобили. Едут туда, едут назад. Нужно ли это? Не нужно. То есть большой автобус не решит вас, правильно я? Мы же к этому шли. Он большой, конечно. Он не просто не решит, он просто на этих улицах не нужен, он не может там ездить. Хорошо, тогда расскажите мне, как обыкновенному обывателю, я когда смотрю на перекресток, я еду на машине, и я вижу, что по улице Карла Маркса, если ехать со стороны метра, на светофоре, стоит 5 маршруток. Они стоят друг за другом. И вот они как раз там выстраиваются на длине, получается, 30 метров. Один автобус был... Они встали возле остановки и там пассажиры... Нет, на светофоре. Нет, на светофоре. То есть вот светофор 5 маршруток. Я думаю, что если бы это был один автобус, он бы был 10-метровый и занимал бы место не 30 метров, тем самым бы пробок было меньше. Я не прав? Вы правы. А теперь другое. Можно я задумал? Вы город хорошо ее знаете? Ну, комси комси. Относительно. Железнодорожный район кто-нибудь знает из вас? Да, я знаю. Ну вот, чудесно, хорошо. Одна дорога туда ведет у нас, локомотивная. Проспект Локомотивная, Кирова. Да, да, да. Одна такая. Да, 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 совершенно верно. Кстати, тут же я вам скажу, что город Ульяновск имеет свои особенности. В центре улицы относительно узкие и пропускная способность улиц невелика, а участников дорожного движения очень много. Однако, когда из центра мы выезжаем, у нас город носит так называемый характер рисунок радиально-кольцевой. Но кольцевых у нас, так называемых промежуточных между районами, между радиусами очень мало улиц. А в основном это радиально. Это Нариманово, это Московское шоссе, это вот Кирова Локомотивная. Других улиц у нас мало. Поэтому еще раз говорю, когда, вот сейчас я возвращаюсь к тому, что вы сказали. Вдруг на перекрестке, на перекрестке, на этих магистральных улицах выстроились 4, 5, 6, я допускаю даже 10 маршруток. Друг за другом. Но, да, но, извините, во лбу каждого, извините, маршрутного такси номера вообще-то разные. Так вот, давайте вернемся к железнодорожному району. Для примера. Я сейчас расшифрую вашу мысль, а вы меня поправите. То есть, если бы та моя гипотеза о том, что один автобус мог бы заменить 5 маршруток, подразумевается, что эти 5 маршруток едут по разным маршрутам, в то время как автобус ехал бы по 1 маршрутам. Так вот, в каждом маршруте сидят люди, которые едут в свое место. Опять вернемся к железнодорожному району. Железнодорожный район – это промышленная зона районная, пивзавод, мебельная фабрика, волжанка, простите, опытное поле, белый ключ, кольцевая, локомотивная. И в каждом из этих, так называемых, групп зданий, это, так называемые, пассажирообразующие места. Это микрорайон, где люди живут. Причем живут тысячи людей. И они давно уже сказали, мне нужна моя маршрутка. Я утром в нее выхожу, и в пределах 350-200 метров должна быть моя остановка, на которой я сажусь и еду, куда мне надо. Причем, некоторые уже привыкли, и они не собираются уступать. Они говорят, мне нужно в центр, а кто-то мне говорит, мне нужен на север, а кто-то говорит, а мне нужно засвияжить. Таким образом, из этого места выезжает иногда 2 или 3 маршрута. Из этой группы зданий, где живут люди, они говорят, я хочу 3 маршрута пассажирообразующих в разные места. А, то есть вы имеете в виду, что если один из маршрутов не заезжает в двор, который мне нужен, то я буду ждать другую маршрутку. Было даже еще смешнее, но мы от этого ушли. Мне как-то в середине 90-х, в начале 2000-х годов, значит, письмо пишут. Мы, жители третьего подъезда нашего дома, хотели бы, чтобы был специальный маршрут возле нашего дома. Почему у подъезда того дома есть маршрут свой, а у нас до сих пор его нет? Может, это... У нас именно по Новому городу, там же дома длиной по... Нет, это было на Отрадной, нет, это было за Свиягой. Хотя в Новом городе, вероятно, и были такие примеры. Друзья, те, которые живут на Отрадной, я пытался вас сейчас защитить и перевести разговор на Новый город, но, видите... Нет, не удастся. Все-таки не удастся. А можно мне вот к этому привести пример? Конечно, конечно. Вот совсем недавно Сергей Олегович Титов написал статью в «Коммерсанте». Это тот, который у нас коммерсантов возглавляет? Да, да, да. Вождь. Сопкор. Вождь, вождь, без сомнений. Так. Очень авторитетный человек. И вот среди прочего он как раз и пишет. Недавно было совещание, которое проводил губернатор. И на нем, значит, сам руководитель Центра дорожного движения Москвы говорил о том, что он может перенести опыт организации совершенной, оригинальной, новой, эффективной системы, значит, общественного транспорта в Ульяновск. И, значит, а Сергей Олегович, ему, значит, вроде как анализируется, задает ему вопрос. Ульянов в силу сложившихся градостроительных, инфраструктурных, дорожных всяких норм, рисунков и правил, значит, настроил людей, и люди это приняли в течение 15 лет. У нас так называемый конвойный принцип организации маршрутного движения. Что это значит? Вот видите? А мы знать не знаем, да? Ну, он отчасти. Ну, дело не в этом. Так. Люди сели и на своем маршруте не едут до того места, которое им нужно, конвойный. А Москва сделала по-другому. А она сделала, так называемый, интермодальный. Вопрос очень простой. На краю города посадочная площадка или разгрузочная, или перегрузочная. Ты доехал, к примеру, ты доехал, извините, например, говорю, до Гая-100 или, например, до фабрики Волжанка. На метро, например? Нет, на автобусе или на маршрутном такси. Потом пересаживаешь на трамвай, потом доезжаешь до другого места, пересаживаешь на троллейбус, потом на другого места. То есть, и говорят, что в самое ближайшее время на перекрестке уже не будет пять или шесть маршрутов, а будет большой автобус. Но на автобусе доезжаешь до одного места, потом пересаживаешь на другой автобус, потом на третий автобус. Я правильно понимаю, что это как в аэропорту? То есть, самолеты сел в большой автобус, тебя довезли, а там ты уже по своим делам. Пересадки, пересадки, пересадки. Трансферт, трансферт, трансферт. Так вот, Москва могла себе позволить таким образом рассуждать. Перевоспитать именно. Перевоспитать. Так вот, когда эта мысль побежала по регионам России, извините, четыре или пять регионов, просто тупо дошло до того, что Екатеринбург просто отложил вот эти гениальные проекты и предложения, уволил заместителя губернатора и руководителя проекта и сказал, ребята, разговаривайте с народом, ему нужно объяснять, нужно десять раз совершенствовать, а не ломать. Вот в Ульяновске примерно то же самое происходит. Когда мы вдруг чем-то недовольны, мы понимаем, что мы наработали то, что у нас есть, сломать мы это можем. Может быть, мы как-то вдумчиво подумаем, как это сделать лучше. Я надеюсь, вы сейчас не говорите о реанимации ПТП. Тут я помню, разговор поднимался о непонятности на ПТП назад. Перед вами исполнители директора крупного автотранспортного предприятия. Вот, например, в нашем транспортном союзе около 900 автобусов, около 1000 работающих. У нас три крупных предприятия полного цикла. Ремонт, обслуживание, сопровождение, приобретение, ну и до обучения. Я перед вами сижу, крупные автотранспортные предприятия ПТП. Вы знаете, вот, задавая вопросы, заходя так или иначе на проблемы, да, транспортный, получая ваши ответы, в некотором роде они именно носят научный характер, да, очень много терминов звучит. У меня складываются ощущения, я не знаю, как у наших зрителей, портала мозаика.ру, какая-то безнадёга, то есть, по сути-то, мы ничего сделать не можем. Правильно я понимаю? Я правильно услышал? Или есть какая-то надежда, есть перспектива? Давайте, вот очень важно, чтобы меня и вы, и слушатели понимали, что происходило в последние 15 лет. Это был ужас. Вот начало 90-х годов, простите, был период так называемого чудовищного социального популизма. Мы всё время обещали, обещали народу, так сказать, но при этом ничего не делали. Было очень плохо зарплаты, было с медицинским обслуживанием, с обучением, со школами, со всеми остальными. Не было тех дыр, которые нам нужно было задыкать. Примерно то же происходило с общественным транспортом. В частности, когда 8 ПТП в Ульяновске, извините, просто крякнули, ну, так сказать, просто обанкротились, и их не существовало, на этот рынок общественного транспорта пришли перевозчики. Механизаторы. Механизаторы, да, совершенно верно, да, да, искали себе работу и начали возить. Люди ведь вообще уехать не могли, а трамваи были обвешены все людьми. Тем не менее, пришли перевозчики, и потихоньку проблема была решена. Это мы сейчас недовольны. А тогда бы, если бы тем людям показать то, что сейчас делают перевозчики, они бы сказали, что, ребята, это просто коммунизм какое-то, совершенство. Но вопрос не в этом. Что происходило? В 95-м году был принят феноменальный закон. Закон о регулировании цен и тарифов на социальные услуги. Так, включая в том числе и услугу по перевозке пассажиров. Это социальная услуга. Сомнений нет. Она нужна большинству населения. В том числе ей пользуются школьники, пенсионеры, льготники разные и так далее. Это социальная услуга. Так вот, этот федеральный закон был написан таким гениальным образом. Он был написан так, что услуга, значит, на, ну, например, в городе Ульяновске должна быть привязана к прожиточному минимуму, значит, к средней заработной плате, значит, в этом регионе. Пока кажется это логичным. Неужели? А я вам сейчас объясню, по каким причинам это нелогично. Так. Значит, сегодня день открытия, сегодня пятница, и мы на мозаика.ру, да. 6-8 рублей, например, вот в начале 2000-х годов была, была, был перевозка. Из каких, значит, соображений эти 6 рублей появлялись? Да очень просто. Значит, есть норматив. Каждый человек, каждый житель города имеет право пользоваться, допустим, ну, на него в среднем падает 20 поездок в месяц. Значит, средняя заработная плата у него составляет... 20 поездок туда-назад вы имеете в виду? На работу и на работу, да, да, да. 20 дней, 20 рабочих дней, 22 рабочих дней. Да, мы должны понимать, что это двойная сумма, туда-назад. Да, 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 совершенно верно. Все, эти 20, значит, поездок мы делим на среднюю заработную плату, получается какая-то сумма. Эта сумма внутри средней заработной платы не должна превышать 30% от его дохода. Все, хоть умри. Мы начинаем считать себе стоимость, затраты, 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 купила, отремонтировала, запчасти, бензин. У нас, например, получается 12 рублей, а нам комитет по тарифам и ценам, Минэкономики, в правительстве Ульяновской области говорит, не, ребята, вы что, больше шести нельзя, законно. Во что это превратилось? Это ущербный бизнес был все 15 лет, все 15 лет. То есть, условно говоря, этот бизнес недоедал, недокупал, извините, оптимизировал, условно говоря, недоплачивал. В Таиланд не ездил. В Таиланд и в том числе не ездил. Но Таиланд опять вы играете, так сказать, в запрещенные игры. Вопрос заключается в другом. Еще раз. У цыгана лошадь была. И он учил ее меньше есть. Вы знаете, она через некоторое время околела. Общественный транспорт у нас почти околевал, потому что, еще раз, не давали развиваться. Почему я об этом сейчас говорю? Слава Богу, это за спиной. В прошлом году был принят 220-й федеральный закон. Ну, вот поклон до земли мужеству и терпению, так сказать, вот тех людей, которые его приняли. Они еще живы? Он принял. Больше того, Москвичев, значит, стал председателем комитета транспортно-дорожного хозяйства. Он пошел на новый срок в Государственной Думе. Так вот, что они приняли? Я много раз говорил. Это революционное решение. Они сказали следующее. Ребята, хватит врать. Врать этой отрасли, врать населению, врать государству. Вы хотите хороший общественный транспорт? Которым мы начали с этого время? Абсолютно верно. Хороший автобус, хороший водитель, хорошее обучение. Вы хотите его? Бога ради, за него нужно платить. Так вот, они сказали. Теперь маршрутные такси, реестры маршрутных такси, которые есть в городе, распределяются на регулируемые и нерегулируемые. Если вам нужны дешевые цены на услуги, доплачивайте с бюджета. Если у вас нет денег, отпустите перевозчиков. Пускай они покупают хорошие автобусы, обустраивают, делают, дезодорантом. Стюарт должен кофе разносить. Не вопрос. Платите ему. И когда я посчитаю все это и скажу, ребята, тогда стоимость будет 30 рублей, вы готовы за это платить? Если население согласится и готово платить, я готов за каждую копейку, значит, как посчитать. Платить на мозаике письковые очки. Абсолютно верно. Если население к этому готово, то Бога ради. Мы купим новые автобусы и будем хорошо обслуживать вас. Если нет, простите, но вот не надо самих себя обвинять. Мы не доплачиваем свою услугу. Виктор Михайлович, вы когда говорите о том, что я играю в заключенном микро, я просто вижу, что градус нашей беседы накаляется, и я пытаюсь немного разведись. Поэтому вы не обижаетесь, самое главное. Да и на то вы знаете. Да и у меня тоже, меня все знают. Я живу с тростями. Виктор Михайлович, тогда вам вопрос, тогда мой джокер. Хорошо, тогда если вы говорите, что транспорт должен быть соответствующей оплаты. Допустим, маршрутное такси станет 25 рублей в проезде. Соответственно, вчетвером мы можем заказать себе машину в такси. Да, один вопрос. Конечно. Тогда как водителю машины, которые больше, скорее всего, затрачивают, он один водитель, может провезти четырех людей и за это взять 100 рублей и не поперхнуться? Да, конечно. А водитель маршрута на такси-то мало, хотя он везет 12 человек. А вопрос-то в чем? Вопрос в том, что если... Ну, если такси будет дешевле, бога ради, не вопрос. Так кто же говорит, это рынок, господи, он как раз и должен отрегулировать. Считаете, что это самоотрегулирует? Если общественный транспорт не будет востребован в силу тех денег, которые за него надо платить... То есть, деньги, которые я предложил сейчас? Конечно, то бога ради, да. Значит, ему не место на рынке. Да. Я, конечно, с этим согласен. То есть, вы предлагаете отпустить, как вы сказали, да? А я это уже не сказал, это федеральный закон уже все предписал. Вот с января этого года нам нужен только разбег в 2-3 года, чтобы мы поняли, что, оказывается, для нас всех благо наступило. Период некого, так сказать, как называется, чудесного развития общественного транспорта. А на самом деле... А вы не боитесь, что возрастут три года? Я теперь вам плачу, как вы сказали, 30 рублей, пожалуйста, да? Вы пока еще не плачете. Вы пока платите 18 рублей. Кстати, это единственный регион в России, почти единственный регион в России, который третий год держит очень низкую цену. Получается, у нас же на самом деле все города такие, да? И Саратов. Да неужели? На это я вам скажу, что, начиная с прошлого года, Пенза, Самара, Саратов, Саранск и же все остальные, которые вот в нашей климатической и поволжской зоне, они все уже давно работают за 20, 23, 25 рублей. Вот, для примера, какая стоимость в Самаре? 23 рубля, Пенза 22 рубля, Саранск 23 рубля. Там же банды другие в Самаре. Опа! А скажите, может быть, стоимость бензина другая, может быть, у нас налоги какие-то другие? А я вам скажу, кстати, вот, вот, я вам скажу, да. Я как раз был день назад в Самаре, там бензин дешевле на полтора рубля. Ну что, ой, как решительным образом мало, решительным образом мало. На бак 40 рублей, на 5 баков это 200 рублей. Так вот, чтобы говорить уже, так сказать, по существу, в России единое экономическое, налоговое, административное пространство. Живем мы, так сказать, извините, по единым ценам, единым налогам, единым ставкам. Поэтому, когда кто-то говорит, что у них другие заработные платы, и подчеркивает себестоимость перевозки одного пассажира, извините, так сказать, вот, что в Ульяновске, что в Самаре, что в Саранске, примерно одинаково. Ну, теперь к вопросам. Да. Итак, куда звонить, если водитель курит во время движения или отвлекается на сотовые телефоны? Вчера было свидание президента... Я бы порекомендовал звонить на сотовую телефонов. Да, и вчера... А теперь серьезно. Вчера было свидание президента, и я прямо вот в лицо руководителя предприятия сказал это. И говорю, что вот люди недовольны, он говорит, если они звонят, извините, на деревню дедушки, если звонят в комитет, в мэрию, губернатору, то, ну, кроме недовольства, так сказать, и ярости, больше ничего. В каждом, в каждом салоне, каждого маршрутного такси, есть обязательно номер, контактный номер, либо бригадира, либо диспетчера, звоните нам на предприятие. При этом, пожалуйста, когда это произошло, на каком маршруте? Нужна надо, время, маршрут, номер автомобиля. Конечно. И как выглядит водитель? Да, бога ради. Не критично. Но это совершенно не критично, потому что, еще раз говорю, конечно, не знают, кто на маршруте работает. Номер автомобиля обязательно. Так вот, самым, так сказать, самым детальным, самым пристальным, самым тщательным образом любое замечание будет, так сказать, разобрано. Еще раз говорю. А жалуются много, кстати? Мы заинтересованы в этом. Жалуются много, часто приходится? Раньше очень много жалуются, сейчас меньше. Но в каких-то, в исключительных случаях, когда бывают форс-мажоры, когда действительно по каким-то причинам кто-то нагрубил, вот, да и люди срываются. Я еще раз говорю, я не идеализирую и водителей, и людей, которые работают у нас, но подчеркиваю, руководители выстраивают им жесткий коридор поведения на маршрутах. А вы вот за 15 лет видели какую-нибудь, может быть, тенденцию к изменению людей, что, допустим, стало терпимым? Я помню раньше, когда я там, да, еще активно пользовался маршрутом такси, я помню, постоянно были требования водителей. Вот под дверью, вот какая-то вот такая была тема, да? Не просить останавливаться, где попало. То есть, есть какое-то изменение в культурной форме? Вот у нас именно у пассажиров, мы сейчас про водители уже... А вы пользуетеся общественным транспортом? Вы заметили что-нибудь или нет? Я лично заметил, но я себе в заслугу поставил. Серьезно? Да. Я на одном конкретном маршруте всегда говорил, как с графом Калиостро, то есть максимально там используют эпитеты старорусской лаконичной речи и получил ответ точно такой же. Я увидел, что водители, как мне показалось, стали обходить меня. Конечно. И вот за 15 лет, я еще раз говорю, что 15 лет вместе с ним. И я вот до того, как вот нам побеседовать, я еще раз, я с полной ответственностью вам заявляю. Ульяновск город по-своему уникален. Город не сверхъестественных возможностей. Мы так часто об этом слышим? Город не сверхъестественных возможностей. Город не профицитного бюджета. Город не физических заработных плат. Но при этом общественный транспорт в городе Ульяновске сложился. Есть маршруты, они хорошо сформализованы. Все работают с лицензией, все работают по утвержденным маршрутам, все проходят технические осмотры и так далее и тому подобное. Он по-своему уникален. Более того, еще раз говорю, что вот сейчас он держит очень хорошо тариф. Он, так сказать, не прыгает, как другие города, так сказать, знаете, вот быстро заработает. Он медленно, эволюционно и очень законодательно, легитимно развивается. Так вот, это наша общая заслуга. И вот в рамках, знаете, есть такая метафора, вот брось огурец в рассол, через некоторое время он станет соленым. Правда же? Так вот, когда в течение 15 лет, проверьте обязательно, когда в течение 15 лет наш транспорт складывался, и складывались нормальные требования, условия, так называемая культура вождения, культура производства, культура технологий, в том числе и воспитывались водители. Я могу сказать без обиняков. Водители за эти 15 лет, конечно, стали более терпимы, ну, как говорится, более толерантны, более воспитаны. Абсолютно то, что вам говорю. В транспортах требований Евросоюза мы сейчас потребляем такие термины. И когда появляются подобные роды вопросы, я их принимаю, они могут быть, но я считаю, что это исключением. Их нужно искоренять, но квалифицированно. Выделяйте, локализируйте, говорите, кто, какой водитель, в какое время, на каком маршруте, какая машина. Это без вас мы скажем. Мы придем и к вам, если нужно, если вы нам помешаете. Да, я помню один рекламный ролик, если что мы идем к вам. По вопросам. Быстро у нас остается буквально 10 минут, дорогие друзья. Можно, я так понимаю, с Виктором Михайловичем говорить бесконечно эту тему. Человек 15 лет живет в этой среде. Благодарим, во-первых, точнее, во-вторых, уже еще раз за то, что вы пришли, не побоялись, потому что, как мы уже с вами проговорили в самом начале, вы немного были заточены, потому что вас постоянно вызовляют подобные вопросы, но это никуда не деться. Вы сами об этом сказали. Итак, почему нельзя пустить в Ульяновский рейс в автобусы, как в соседней Казани? Я так понял, мы уже проговорили, да? Что в Казани широкие дороги у нас нет. Нет, слово рейсовое здесь не по делу. Что такое рейсовое? У нас около 40 маршрутных сетей. И там работают маршруты, утвержденные, вошедшие в регламент. Я не понимаю, а рейсовое это что такое? Объясните мне, что это за термин такой? Я правильно понимаю, что если мы пустим рейсовые автобусы, так называемые по рейсу, то получается, что до Богдана Хменицкого никто не доедет? Стоп, стоп, стоп. А те маршруты, которые едут, они не рейсовые? Я вопрос, я предметы не понимаю. Слово рейс. То есть именно вопрос о терминологии? Конечно. Листаем в конец, где список литературы, там должно быть. На что я опять говорю, что вопрос задан некорректно? Ну, имеется, наверное, тема, я немножко делаю откат на предыдущее обсуждение о том, что мы говорили именно о больших автобусах и Карусах, о которых я как раз вспоминал, но мы их уже проговорили. Так понятие рейсовое и автобусы? Да, по всей видимости. Так вот, по поводу больших автобусов, с большим... Нет, 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 уточнюсь. Так вот, у нас есть так называемые магистральные улицы, значит, Октябрьская, Рябикова, Кирова, Локомотивная, Нариманова. По этим автобусам, по большие, так сказать, большие посылки потоки, можно пустить большие автобусы по широким улицам до определенных остановок, чтобы, так сказать, они не входили в узкие створы узких улиц. Это нужно и можно сделать. Вопрос заключается в другом. Но это не мы. Если такая необходимость будет, мы готовы на это пойти. Но не мы разрабатываем транспортную схему. Мы только лишь предлагаем свои услуги. Соответственно, тогда тому человеку, кто задал нам этот вопрос, мы можем смело заявить. В таком случае автобус не будет доходить до вашего третьего подъезда. Абсолютно верно. Совершенно верно. Так, плюс «Газели» не транспорт для перевозки людей. Мы об этом уже говорили. Мест нет, график непонятный. Когда будут нормальные автобусы? Ну, про когда будут нормальные автобусы? Проговорили, Роман задал вопрос. Места есть, графики есть. Очень переграментированно все. Десять раз все прописано. Вопрос заключается в другом. Можно мне, вот мы говорим о проблемах, а тем не менее, не очень корректно говорим. Я снова и снова говорю. Город несовершенен по инфраструктуре своей. И городом не занимаются. Город угробили последние 15 лет, так называемый, уплотняющий, кластерной застройкой в центральной части города. Туда насадили, извините, торговые центры, учреждения, административные здания и сооружения. И город страдает маленьким эмиграцией. Он из спальных районов едет в центр. Он там работает, живет, отдыхает, извините, там кушает. Почему все и в одно место едут? По тем же, все по тем же узким улицам. В городе не построено ни одного виадука, ни одного, так называемый, ни одной дорожной развязки. И город вот бьется в этих пробках по этим улицам старым. Давно уже напрашивается, извините, вот между Съяжьим и Релизодорожным районом промежуточный мост. Не тот, который сейчас между Минаево и Наинзинской, а еще вот в промежутках между ними. Даже два? Даже два. Это так называемый межрайонный переезд. В результате вот это вот так называемое транспортное кольцо постоянно перегружено. Если небольшая авария на Локомотивной или на Кирово, то все, ребята, графики сорваны. У 15-20 маршрутов. Мы же городом не занимаемся, об этом не говорим, это за кадрами. Но виноват общественный транспорт. Вот. Ну и так далее. Здесь можно много говорить. Императорский мост. Президентский мост. Нам сказали, что Президентский мост, значит, решительным образом разгрузит переезд между Завожем и Правым берегом. Да, мы в это поверили. Туда пошел транспорт грузовой. Спасибо, хорошо, это здорово. И теперь, значит, нет загазованности основной части города. А лучше от этого не стало. Почему? Потому что этот мост должен выходить, извините, так называемый, во вторую очередь моста, как должен выходить на нижнюю террасу и напрямую на новый город. В результате город все равно душится на Димитровградском шоссе и на въезде в старый мост и новый мост. Ребята, городом надо заниматься, строить инфраструктуру, совершенствовать, а мы его, простите, городостроительная, архитектурная политика делала совершенно наоборот. Как мы увеличили количество автомобилей на дорогах, там еще больше усугубили так называемое дорожное движение в центральной и основной части города. Дорогие зрители, я напоминаю, что мозаика.ру не всегда разделяет с точки зрения своих участников, а мы продолжим. Итак, перед повышением цены на проезд желательно повысить качество услуги. Ну, мы уже об этом тоже говорили, чистый воздух в салоне должен быть, водители курят в салоне. Мы, да, вернемся еще раз, я проговорю. Грубейшее нарушение. За вас, что есть телефон диспетчера, который должен этим разбираться. И всячески боремся против этого. Желательно создать сервис или сайт, куда можно скинуть, вот, видимо, я так понимаю, жалобы. А, кстати, вот я в Самаре, знаете, натыкался на такой портал, который показывает, где и виртуальный маршрут. У нас нет такого, не планируется? Есть. Почему? Прямо, нет, там прямо стоишь и конкретно через 2 минуты, вот, мне говорит, приложение. Несколько лет назад был опять принят федеральный закон. Помните, когда, значит, в Тихом океане, значит, утонул спутник, ракетоноситель с 3-мя спутниками ГЛОНАСС? Так. Так вот. Наш ГЛОНАСС ульяновский там был. Так вот, наш ответ, значит, американскому GPS, значит, вот запуск нашего ГЛОНАССа. Тимберлено. Да, да, да. Ну, теперь, значит, наш ГЛОНАСС работает не хуже всех остальных. И вот 5 или 6 лет назад все транспорт, включая грузовой, и в том числе по-союзски, должен был оснащен установками спутниковой, как... Навигация. Спутниковой навигации ГЛОНАСС. На каждой машине он установлен. Вопрос заключается в другом. Они работают, они есть. Больше того, есть так называемые операторы, провадеры, которые всю эту информацию собирают. Но кто ее собирает? Кто ее систематизирует? Есть ли так называемая дорожная карта электронная? Где она выставляется? Кто за ней следит? Я представление имею. Но это полномочия по федеральному закону, по, да, по федеральному закону об организации местного соуправления нашей администрации. С нее спросите. Периодически мы возвращаемся к нашей администрации. Так, когда на улице Александра Невского появится общественный транспорт, остановки нет, маршрута нет, есть только 58 маршрут, но утром один рейс, ну, в общем, короче, частный вопрос. А Александра Невского это где? Улица Александра Невского. Хороший вопрос задает нам. Сейчас, Виктор Михайлович, где у нас находится... У меня такое подозрение, что это, так сказать, поселок Связь. Это маленький, небольшой, так сказать, поселок, где относительно... То есть, к вопросу, что к бане не подъезжает? К низкий пассажир, поток низкий пассажир поток. Нет, вы можете вам пустить туда? Три-четыре. Зачем? Туда ходит, туда ходит маршрутный такси. Но другое дело, оно ходит, там нет устойчивого пассажирного потока, там утром выезжают люди, и вечером, значит, возвращаются назад. Ну, ну, два десятка, может быть, людей. Туда ходит дежурная машина. Может быть, о чем-то другом разговор идет? Вот если это та улица. Тот, кто задавал вопрос, друзья, поясните, пожалуйста, первый, где находится улица Александра Невского. Потому что, если бы вы сказали, что в улице Гончарова, я бы как-то отреагировал более живо и как бы предметно. А тут я плохо ориентирую. Вы знаете, некоторым депутатам, когда говорят, что есть место для покупки на улице Гончарова, они так же приблизительно реагируют. Итак, увеличите количество машин на маршруте 22. А в любое время дня невозможно ехать, особенно сверху и нижнюю террасу. Ну, это то, о чем я говорю. Значит, сразу могу сказать, вот, если вы адресуете нам вопрос, то, в общем, будем мимо. Сейчас, нет, вы просто должны понимать, в городе утверждена маршрутная сеть. У каждого маршрута присвоен свой номер. Значит, на каждом маршруте, согласно утвержденного номера и, так сказать, регламенту, утвержден так называемый квота на количество машин. Например, вот 38 маршрут, ходит в леснорожный район. Там 30 маршрут, машин, фор. Соответственно, определен график. Откуда складывается количество машин? От пассажирпотока, от графика, который установлен. Так вот, когда вы говорите, увеличить количество машин, это не наш вопрос, не наша полномочия, не наша компетенция. Мэрия тогда должна рассмотреть просьбу, посмотреть на 22 маршрут, изучить пассажирпоток, изучить график движения и сказать, да тут же не хватает, люди на остановках стоят, они не могут выехать. Бога ради, если надо увеличить с 15 до 30, до 30 или 40, мы готовы это сделать? Опять подчеркиваю, это не наши полномочия, это не к нам. А все, что касается залож, я еще раз говорю, мы громадным, к сожалению, являемся по-прежнему заложниками, извините, нашего моста. Нашего, вот этого старого императорского моста. Любая авария делает разрывы в графике на 30-40 минут, пока машин не растащат, пока не придет эвакуатор. Это в случае аварии, да? Это в случае аварии, да. Ну и в случае плохой уборки дорог, такое тоже бывает. Ах, на Майскую гору мы не можем заехать, потому что там гололед. Ах, там не смогли расчистить. Ах, эти перевозчики, что они себе позволяют? Ну, отдуваемся. А вот, кстати, такой вопрос, да, пока вы затронули буквально, а есть какие-то средства у самого водителя машины? Или он нет? Вот цепи не наматывают на колеса, если не убирают Майскую гору? Нет, нет, нет. Только в рамках, да, общественного пользования дорогами? В рамках той добросовестности и стараний, и чаяния, с которыми работают спецавтохозяйства, доремост, там и все остальные, которые ремонтируют дороги, их убирают. Я так понимаю, что у Виктора Михайловича тоже накапливаются вопросы к определенным структурам нашей городской сети. Я думаю, что надо будет создать отдельную передачу и пригласить не только сотрудника ГИБДД, о котором вы говорили. Круглый стол всех, как же, талантливых, недобросовестных участников дорожного движения. Друзья, отличная идея. Я думаю, что в ближайшее время мы соберем круглый стол на портале мозаика.ру в прямом эфире, так же, как обычно, по пятницам, и проведем такую беседу. Было бы интересно, как, я думаю, что Виктор Михайлович сказал бы сейчас, посмотреть в глаза этим людям. Да, упрекнуть. Упрекнуть. И заключительный вопрос. Просим в юго-западном районе пустить городской автобус. Невозможно добираться из транспорта. Ну, и все в таком духе, Ирина. Ирина, сейчас ответ конкретно для вас. Слово юго-запад, это что такое юго-запад? Юго-западный район. Давайте сейчас с вами вспомним, где у нас юго-западный район. Это генерал Мельникова и ежесними, это в той сторону. Могу сказать, что засвияжи вот в то крыло. А, секундочку, это у нас юго-западный район, это вот долина Нищик. Район запад. Та самая, да? Да, совершенно верно. И примыкающие к ним. Александровский сад, вот это все тут. Да, да. Не хватает маршрута для Александровского сада? Да, да, да. Правда, количество автомобилей, значит, там достаточно много легковых. Надо как-то договариваться. Да. В итоге-то, что мы можем, Ирина, как успокоить? Есть какие-то перспективы, может, разведите? Так вот, когда разговор идет о совершенствовании маршрутной сети, и когда некоторые говорят о оптимизации, надо прекратить, надо делать, там еще что-то, среди прочего мы говорим, что, например, город у нас в центре живет, работает, учится, и все предприятия в основном в центре, уезжают они на периферию, где спальный район. И сегодня маршрутная сеть сложилась таким образом, что сегодня люди разъезжаются, извините, вот из центральной части города по 15, 20, 30, 40 маршрутам, примерно столько маршрутов в городе. Но разъезжаются они, если примерно, 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 примерно из центра, то разъезжаются они по большой периферии, и сегодня люди имеют возможность доехать до дома, до детского сада, там, до школы, примерно, с примерной близостью, не далее, чем 150-200 метров. Это завоевание людей, они к этому привыкли, они этим дорожат, что это так. И вот, когда вы сказали про район Юго-Запада, уже в прошлом году, когда были построены, особенно за Свиягой, в районе, вот, там, микрорайон Запад, Юго-Запад, четыре маршрута продлили свои конечные остановки в новые микрорайоны. Это идет развитие маршрутной сети. Вот это я понимаю, так и должно быть. Поэтому там, где стоит пассажир, простите, а в кошельке у него есть деньги, мы к нему приедем, потому что это наша работа. Даже мы приедем? Да, совершенно верно. Для того, чтобы деньги собрать, ему продать свою услугу. А вопрос-то у нас именно о переполнении. Добавить маршруток – это тоже не ваши прерогативы, да? Или это как-то регулируется от того, как по вечернему маршруту? Если вечерний маршрут идет пустой, наверное, тогда водителю невыгодно кататься просто так. Квота на маршрут, количество машин зависит, конечно, от администрации. Она уполномочена организацией дорожного движения на территории муниципального образования, включая отдельные районы, отдельные кварталы, отдельные поселения. Они определяют количество машин. Мы можем варьировать лишь одно. Ну, допустим, есть машины среднего класса, есть повышенная вместимость, большая вместимость. Если бы у нас были магистральные направления, широкие улицы, большие, мы бы с большим удовольствием купили большие автобусы. И на больших автобусах, я уверяю вас, нам было бы по многим причинам легче даже работать и ездить. Ну, это, конечно, собрать два салона. Конечно, конечно. Тех самых денег, которых мы будем. И мы были бы счастливы. Но в силу разного рода причин объективных, мы вынуждены ездить на том, что сегодня востребовано. Виктор Михайлович, прежде чем вы в нашей сегодняшней встрече скажете заключительное слово, может быть, пожелание к тем довольным и недовольным пассажирам, вообще ко всем жителям Ульяновской области, которые пользуются общественным транспортом, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам, прежде всего, за смелость, потому что мы задаем неудобные вопросы, и к нам не всякие решаются. Приглашаем мы многих для того, чтобы пришли к нам на передачу. И спасибо вам огромное за вашу решимость. Я надеюсь, что мы очень удачно проговорили максимальные стороны данного вопроса и с вашей стороны, как перевозчиков, и с нашей стороны, как людей, которые так или иначе периодически, а некоторые пользуются им постоянно, не имеют другого альтернативного транспорта. Теперь ваше заключительное слово для наших зрителей портала мозаика.ру. Пожелание, может быть. Новый год уже прошел, тут с Новым годом. Да. Не все могут. Моя новелла и сентенция очень простая. Значит, ульянский общественный транспорт, он сложился. Он де-факто такой, какой есть. Он часть нас с вами. Ведь за рулем наших автомобилей, владельцы, предприятия, которые есть, это большей частью ваши соседи, ваши мужья, ваши знакомые, близкие. Поэтому ответственность за общественный транспорт не только наша, в силу того, что мы взяли за нее. Причем она у нас это административный, налоговый и даже уголовный характер. Но в том числе и ваши. Влияйте на нас, влияйте на среду. Вмешивайтесь, говорите, делайте замечания, звоните руководителям предприятия. Телефоны в маршрутке. Телефоны в маршрутке. Мы готовы делать его лучше. Больше того, могу сказать вам, что в прошлом году сняты так называемые финансовые оковы, так сказать, с общественного транспорта. Теперь мы свободны в экономическом развитии своего бизнеса. Это не значит, что мы завтра поднимем цены и заставим вас платить большие деньги. Конечно, мы понимаем, в силу этого мы вытолкнем вас из своих маршрутных такси, мы будем делать, развиваться эволюционно. Я абсолютно уверен, что, например, если вот подобная рода встреча состоится через 2-3 года, мы в этом, мы надеемся и думаю, что вы разделите нашу надежду. Это будет уже другой транспорт, другой уровень услуги, другая культура и, ну, скажем, и транспорт будет более удобный, комфортный. Он будет пахнуть дезодорантом, в нем будут кондиционеры, а через проходы будут ходить стюарты и предлагать кофе, чай и лимонад. Дорогие друзья, спасибо всем зрителям портала мозаика.ру за то, что вы были все это время с нами, слушали наш откровенный разговор. Я откровенно могу за себя сказать, я пропускаю всегда маршрутные такси, которые пытаются из одного ряда перестроиться в другой для поворота по своему маршруту, потому что, представляя работу водителя маршрутного такси, который день за днем, из года в год ездит по одной той же дороге, я каждый раз говорю себе, слава богу, не я этим занимаюсь. Спасибо вам за то, что были с нами. Встречаемся по пятницам здесь, на портале мозаика.ру, главные новости Ульяновска. Всем спасибо, пока. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok